В годы Великой Отечественной зауральские щекисты обезвредили 27 агентов немецких спецслужб. Также они выявили более 300 изменников родины и карателей, фашистских пособников, сотрудников жандармерии и полиции. В послевоенные годы сотрудники госбезопасности обезвреживали агентов иностранных разведок. Под прикрытием посольств других стран они не раз пытались проникнуть на оборонные предприятия Зауралья и выведать государственную тайну. Работа сотрудников госбезопасности незаметна. Большинство людей не знают о них. Даже то, что службу внешней разведки СССР в годы войны возглавлял наш земляк Павел Фитин, стало известно совсем недавно. А ведь благодаря ему страна выиграла ключевые сражения Великой Отечественной и создала ядерный щит. После рассекречивания Павла Фитина на его родине в селе Ожогино Шатровского района благодарные потомки установили прекрасный памятник. С 90-х годов сотрудники Курганского управления ФСБ выезжают в горячие точки для проведения контртеррористических операций. Десятки командировок показали, что наши сотрудники с честью выполняют этот долг. К сожалению, есть погибшие. Один из них – Андрей Тюнин. В Чечне задержанный боевик выдернул чеку, спрятанной под одеждой гранаты. Наш земляк накрыл ее своим телом и спас жизни сослуживцев. Указом президента, майору ФСБ, присвоено звание Героя России посмертно. Именем Андрея Тюнина в Кургане названо «Шоссе». Его носят школы. В честь героя проводятся ежегодные соревнования. В современных условиях оперсостав управления ФСБ по-прежнему стоит на страже интересов страны. Он занимается разведкой и контрразведкой, предупреждает акты терроризма и экстремизма, обеспечивает информационную безопасность, борется с коррупцией и организованной преступностью, незаконной миграцией и наркотрафиком. Подготовка ребят сейчас находится на достаточно высоком уровне. Они могут действовать в любых условиях – в горной местности, в степи, в городских условиях и в сельской местности. Большую помощь молодым оперативникам оказывают ветераны. Они щедро делятся богатым опытом, ведут шефскую работу по патриотическому воспитанию учащихся кадетских классов, воспитанников детских домов и школ-интернатов. Когда ребята одевают форму кадетов, они превращаются в настоящих военных, что следят за собой, уже ведут себя более корректно. Поэтому та плодотворная работа, которая проводится вообще ветеранскими организациями, в частности нас, является, ну, что и называется, вот тем фундаментом, благодаря которому мы будем строить новое общество. На торжественном мероприятии руководство управления поздравило личный состав и ветеранов с юбилейной датой. Зачитало поздравительное письмо от заместителя директора ФСБ России. Ветераны примкнули к поздравлениям. От лица ветеранской организации управления мои самые сердечные поздравления с этим знаменательным событием. Я бы хотел искренне поздравить, пожелать прежде всего здоровья, а самое главное – успехов. Алексей Старцев, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Александр Немков, информационное агентство Курганру.